Продолжение следует... По озеленению цветочного оформления он очень важен для города и мы видим обратный отклик не только в виде критических замечаний и предложений, что для нас очень важно, но и вовлеченности горожан. Работы по озеленению города и сносу больных и аварийных деревьев выполняются ежегодно в соответствии с муниципальным контрактом по озеленению городских территорий. На 2017 год в январе месяце на аукционе был определен подрядчик работ, это ООО «Спецтранс». Всего стоимость работ по контракту на озеленение в 2017 году составляет 17 168 300 рублей. В этом году уже проведена обрезка формовочная по улицам Ленина, Металлургов, Вологодской площади Металлургов и частичная работа проведена на улице Ломоносово. В апреле планируются работы провести на улице Максима Горького, улице Коммунистов, Данилова и Советском проспекте. И я думаю, 1 мая уже у нас центральные улицы приобретут формовочный обрез. Что мы планируем в 2017 году нового? Во-первых, наладить партнерские взаимодействия с организациями, предоставляющие товары и услуги садоводческого характера. Мы видим, что на рынке появляется большое количество новых клуб, форм озеленения. И наше население готово это и на коммерческой основе, в том числе, рассматривать. Но нужно, конечно, об этом говорить достаточно подробно. Чем уникален конкурс «Цветущий город»? Тем, что может стать участником любой желающий. Ребенок, взрослый, руководитель, просто собственных жилья. Это может быть коллектив дома, это может быть коллектив учреждения. То есть у нас нет ограничений ни по возрасту, ни по статусу. То есть все жители города Череповца могут стать на равных участниками конкурса проекта «Цветущий город». Продумать мотивационное предложение для ТОСов по стимулированию проектов цветочного оформления. Кто предлагает более комплексное оформление, масштабное оформление на территории ТОСа, заложить определенный мотивационный фонд под эти же цели. Хороший призовой фонд, чтобы люди понимали, за что будет, помимо благоустройства прилегающих территорий. И уверен, что это бы стимулировало дополнение. Мы согласуем место высадки непосредственно с администрацией города. Проводим праздник, выдаем именные сертификаты на посаженные деревья. Уход и контроль осуществляется и самими участниками высадки по возможности. И, конечно же, деревья переходят, так как это городские посадки, они переходят на баланс города. И, соответственно, шансов на то, чтобы выжить у этих деревьев, значительно больше, потому что за ними следят в том числе и горожане. То есть прямо три даты у нас укладываются в 14 мая, поэтому мы решили, скажем так, выстрелить в этом году и сделать такой большой марафон, что посадки у нас будут не 80, не 120 деревьев, как обычно, а вот замахнулись на четыре района города, то есть все четыре района города в один день. Это порядка 400 деревьев. И я, и коллеги поддерживаем и будем поддерживать вас, искать новую форму сотрудничества и вовлечения горожан. Начнем производство посадки цветов мы в начале мая. В начале мая и до 30 июня мы обязаны закончить. Но мы с учетом прошлого года, мы выполняли, успевали вовремя высадить весь посадочный материал. За уходом, за изделеными насаждениями работают у нас 6-7 человек, которые производят, да, вот я вам говорил ранее, это санитарная обрезка, формовочная обрезка, стрижка живой изгороди, которая производится в летний период времени. 6-7 человек. На посадке цветников у нас задействованы три бригады по пять человек.